МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ...черного юмора, какой-то такой финский нуар, который захватит вас и полностью завладеет вашими мыслями и не оставит равнодушного. Все, что мы читаем, все, что мы снимаем, мы выкладываем от души, пытаемся донести до читателя, что какие-то новые книги, что надо читать, что это здорово, и что на самом деле очень разные люди читают, то есть там есть и певицы, и актрисы, и дипломаты, и обычные люди, то есть большой диапазон, и очень здорово, что благодаря этому ты находишь друзей. Литература не только подарила Олеся новый круг общения, но и буквально спасла жизнь. Так получилось, что в жизни произошел микроинсульт, с памятью было достаточно плохо, то есть мне надо было речь восстанавливать, мне надо было восстановить память, и я вспомнила, что у меня есть замечательные помощники книги, то есть я стала читать, прям много усиленно, вслух читать, про себя читать, и, конечно же, я опять в это втянулась, и для меня, ну, когда работы нет, книга в день, это минимум вообще. Сегодня издательство «Наперебой» присылают Олесе книжные новинки. Она делает видеообзоры и дает рецензии, берет интервью у писателей, запустила в интернет-сообществе «Букстаграмм» даже собственный проект. «Пятиминутка» с автором. Несколько дней назад Олесю Четверикову признали лучшим книжным блогером года по версии премии «Стартс Блогерс и Вордс». До сих пор мне не верится, что это произошло. Я вообще думала до последнего, честно, что это какой-то розыгрыш, кто-то пошутил. Для меня эта награда как признание того, что я на верном пути, признание того, что я занимаюсь любимым делом, и оно приносит свои плоды. Пропустив через себя тысячи чужих историй, Олеся поняла, что готова писать сама. В планах у девушки выпустить как минимум восемь книг. Одна история, она уже года три во мне сидит, и именно ее я хочу первой. Это будет остро-социальная проза. Те сцены, которые будут, они, конечно, твердость духа требуют, потому что это все надо описать. А писать так, чтобы читателя глубоко задеть, а чтобы это сделать, конечно, это должно быть достоверно. Еще, конечно, детские книги у меня в планах, и «18 плюс» в планах, и юмористическая проза. Пока карьера писателя только набирает обороты, Олеся трудится учителем английского языка в школе. Возможно, именно жизнь современных подростков, их взаимоотношения и конфликты лягут в основу одного из ее произведений. Субтитры создавал DimaTorzok